В своих письмах вы часто спрашиваете нас, есть ли нечто, за что вы когда-нибудь хотите убить музыкального редактора? Пожалуйста. Разноплановая музыка с женским вокалом, стилистическим разбросом, варьирующимся от передовой инди-троники до воздушного даун-темпа и пост-трип-хопа. Именно такую справку о группе Диатоник предоставил нам наш музыкальный редактор. Вы поняли? А группа Диатоник у нас снова в студии. Кто смотрит, сначала уже успел с ним познакомиться. Сейчас будем делать это более детально. Это Мария, Денис и Серж. Сейчас в ухо мне редактор пытается оправдаться и сказать, что вы сами про себя эту фразу придумали и разместили на каком-то из своих ресурсов. Не в каком разе. Лейбл. Лейбл. Да? А вы читали или вы типа, да, чем больше непонятных слов, тем лучше хавают? Правда, вы сами понимаете смысл? Давайте прям по словам. Очень быстро. Разноплановая музыка с женским вокалом, стилистическим разбросом, понятно, варьирующимся от передовой инди-троники. И тут первый большой. Передавай инди-троник, покажите. А, первая инди-троника, это гитара, электроника. Передавай. Я понимаю, что это акустика. У нас же амплак. Да. Амплак нет. Тихо, послушай. Это передавай инди-троника, да? Нет звука. Хорошо. Звук дайте, пожалуйста. Вот. То есть вроде бы акустика, а в то же время нет. Воздушное даун-темпо. Воздушное даун-темпо. Вот сидит воздушный даун-темпо. Покажите воздушное даун-темпо. Просто вы так называете Марию в своем коллективе. Все верно. Вот это воздушное даун-темпо. Пришлось сегодня на репетицию? На воздушное. Я что-то уловил, а что не понял. Это даун-темп. Это она, да. Это она? Космическая музыка. Понятно. И пост-трип-хоп, я думаю, после воздушного даун-темпо всем понятно, что это. Да. Пост-трип-хоп. Шуршащие. Магичные. А есть же отличное слово. Шуршащие. И какое вы второе сказали? Магичные. Магичные. Шуршащая и магичная музыка в стиле воздушного даун-темпо. А вы сказали, что лейбл как-то участвовал, да? Все верно. А вы есть у лейбла или лейбл есть у вас? Я думаю, мы друг друга дополняем. Кто кого есть в этой связке? В смысле? Ну то есть лейбл в вашей части? Не-не-не-нет-нет-нет. Thank you. То есть вот портал, как бы, лейбл, который в электронном виде выпустил альбом, а мы уже сами в физическом носителе выпустили. Слушайте, у нас вчера был Noise MC, и он, значит, сказал, что он не смотрел, сколько денег там набежало. Ну и, может быть, вы тоже не смотрите? Вы продаете с вами. А зачем вы туда отправляете? Если вы можете распространять свою музыку бесплатно, вам не надо получать за это деньги, за диски, за альбомы, зачем вы туда... Почему на сайте не выложите? Почему просто не пустить в широкий доступ? Еще отчетный период не прошло, поэтому мы об этом не думаем. Не, стоп-стоп-стоп. Тем не менее, вы про деньги хоть как-то думаете, или для вас это некий социологический интерес? Я думаю, что это все совмещается. Ну то есть думать. Вы планируете заработать на этом? Планируем окупить затраты. Вы хотите заработать на этом? Да. Мы хотим окупить затраты, в первую очередь. Вложные. А какие затраты? На записи альбома. А на альбом? На запись, на сведения, на репетиции. Они исчисляются какими единицами? Ну, смотря на какой период вы будете брать. Нет, ну вот-вот-вот. Евро с тремя нулями на конце. То есть 8 тысяч евро за записи альбома. Соответственно, если 8 тысяч набежит на Thank You.ru, то вы будете довольны. Я думаю, там мы думаем не только о Thank You.ru, а о живых концертах и физических носителей, которые мы выпускаем сами. А, ну то есть подождите, вы за свои деньги? Ничего не понимаю. А, да. За свои деньги писали альбомы. Я их смотрю, вот, кстати, наши... Все. Они записали за свои деньги альбомы, теперь хотят отбиться. Все верно. Что касается, короткая емкая формула. Вы записывали в Москве, Электростали и Берлине, да? Да. Да? Не-не-не. Уберите лишнее слово. Ладно, Москва. А есть у вас на немецком песня? Нет. Ну подожди, дай я узнаю. На испанском, португальском. Уберите, Москва, Электросталь, Берлин. Тебя ничего не смущает в этом логическом ряду? Я не спросил, нет ли песни на немецком. А на электростальском, что я не спросил? На московском есть песни? Ну так сложилось, просто мы хорошо общаемся с человеком, который живет в Электростале. Студия одна хорошая. Легко, просто не веришь, что в Электростале есть люди? Да? Стоит туда съедить. Я смутил Электросталь. В Твери есть отличная студия, там Агутенко пишется. Хорошо, можно успеть нам песню из Электростали? Да. Давайте. Как называется? Электросталь. Логдунами. Логдунами. Это такой препарат, который в несколько тысяч раз слаще сахара. Ох. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 У нее-то вилла в Каннах. В смысле, а он рекламщик? Прямо в соседстве живет. Да, да, он в агентстве. Из этого вытекает следующий вопрос. А давайте так, ну, кто еще чем занимается, помимо музыки? Я работаю в журнале. Как вам? AD. Как? AD. Магазин. AD? Да. Привет, конденас. Что? Это журнал? Она что-то сказала, мы не понимаем. Привет. Мы не несем ответственности. Пишите статьи? В том числе. Да, да. Так. Не надо, сейчас она углубится. Не-не, я уже дальше спрашиваю. Серж. А, нет, извините. Денис. Денис. Музыкальный редактор на ТНТ. Так, приехали. Серж, давайте. Не разочаруйте. Вбейте последний гость в крышку нашего гроба, ну. Я студент эстрадно-джазового училища по специальности ударные, а также по совместительству звукорежиссер на свадьбах-банкетах. Ну вот, ешь! Народные специально. Молодцы. 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 Ваши коллекционал. Проказали. Откуда вы столько языков-то знаете? А я закончила лингвистический университет. Да? И какой у вас базовый? Английский и французский. Да? А третий? Ну, третий, более судеб, сложилось, что и это был испанский и португальский. Ну, поскольку они очень похожи, там, в принципе, несложно. Можно личную просьбу, потому что у нас в гостях грех не воспользоваться. Вы, надеюсь, не попросите что-нибудь сказать. А вы можете Илью, ну, слышали, куда собрался, научить фразе, которую вот он сможет прям очень быстро сразить на повал. Да. Раздевайся, Ванесса, как будет? Ванесса, раздевайся. А, нет, я не буду читать это. Ну, давайте романтическую, хорошо. Нет, что-нибудь романтическое. Что бы вас сразило в романтичной ситуации? Вот тебе духи, цветы, я и Илья. Вы только что расстались с известным актером, вам приехало непонятно кто из Москвы, что бы вас сразило в этой ситуации? Какая фраза? О, малыш, я тоже пират. Ага, пусть она расскажет. Нет, ну, зачем ей тоже пират, если она только что рассталась с ним? Да. Давайте скажем, я посетил всю жизнь на поиске тебя. Это ложь. Он только сегодня узнал. Давайте раздевайся, Ванесса. Нет, нет, ну, Илюк, ну, будь романтиком. А как звучит по-французски? Хотя бы в первый раз. Je consacré toute ma vie pour te voir. А как будет по-французски? Давай, до свидания. А, нет. Повторите, научат. Слушай, я понял, что она это скажет. До свидания на любом языке, понятно. Я думаю, что да, особенно жестом. Ты запомнишь, что тебе Маша сказала? Еще раз, Маша, повтори. Je consacré. Je consacré toute ma vie pour te voir. Слушай, а может быть, а может привлечь ее? Знаешь, смотри, вот у нее же там изысканный Джонни Депп, который по утрам глаза красил. Они у зеркала толкались. Мне кажется, можно без слов. А может сказать, я русский варвар? Да? Je suis un barbariant, Ruth. Ну, давай, нормально. Сними с меня латте. А, нет. Je suis suis suis, et c'est soit, c'est si. Давай, barbariant. Что-то было. Ладно, барбариска. Блиц, он не это самое, не багет, а барбариска теперь. Это барбарис. Это барбарис. Вы все светили, видели. Барбарис. Барбарис. Барбар. Понял? Можно коробку? Блиц. Блиц. Готовы? Быстрые вопросы, такие же быстрые ответы. Односложные ответы, короткие, без комментариев. Любимая песня про Машу? Дальше. Думай, мозг. Можете насвистеть диатонику? А самое знаменитое произведение в диатонике знаете? Они есть? Конечно. Лучший музыкальный российский фестиваль. Понятно. Дальше, Лех. Мы не получим. Что мешает российскому музыканту? Философски. Он сам. Ничего. Самое нелепое и последнее событие в жизни. Ну, давайте уж ваши. Учить вас французскому. Удобно. Удобно. Самая крупная покупка в жизни. Еще впереди. Молодец. Самая дурацкая причина отмены концерта? Не хочу. Кто сказал? Человек. Макалитска сказала не хочу. Это Блиц. Это Блиц, я забываю. Так, и опять к Маше. Мне интересно. Какого события в жизни лучше бы не было? Быстренько так. Что, первый в голову приходит? Никакого. Все хорошо. Да? Да. Хорошо. А как по-французски латы? А, нет. Самое приятное или авторитетное? Как по-французски латы? Шусимпа. Как? Шусимпа. Шусимпа. Самое приятное или? Шусимпа. Это значит, я не знаю. Тьфу. Снимай, я не знаю. Че ты стоишь уже. А что же хорошо звучит? Самое приятное, самое авторитетное, на ваш взгляд, российская премия? Российская? Есть премии российские? Да. Какой воскомерий? В науке? Не, не. Ну, закараю. Это ответ, это характеристика, в общем, честно говоря. Простите. Не, вы ничего у нас-то прощение прощаете. Вы у зрителей просите прощение? За свою воскомерию. Группы дятки. С другой стороны, может, это проблема то, что нас не образовали этому. Давайте, начинайте валить. Все на лучшую школу. Опять фулксинка давайте. На фулксинке, да, давай. Давайте ЕГЭ отменим. На самом деле, вы очень клевы. Я не знаю, называется ли это вот этот вот воздушный даунтемпо, но первая песня, по крайней мере, меня прям поразила, честно говоря. Вы можете вот последним треком тоже что-нибудь такое же, пронзительное? Она будет еще более воздушнее. Группа Диатоник у нас в гостях, друзья. Диатоник? Диатоник. Диатоник? Французский манер. Воздушный. Воздущий. Субтитры сделал DimaTorzok Диатоник. 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 Диатоник.